МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Главная тема». Сегодня мы будем говорить о самом актуальном, что волнует жителей нашего города. Мой собеседник, глава Полевского городского округа Александр Владимирович Ковалев. Здравствуйте! Добрый день! Ну, начнем мы наш разговор, наверное, с самой горячей темы. Это отопительный сезон в южной части города. С пуском тепла было обнаружено 64 аварии. На данный момент они все устранены. Что дальше? Как на сегодня обстоят дела? И как принципиально изменился подход к ремонту магистральных и квартальных сетей? Мы в этом году действительно сделали огромный объем работы и ушли от обычных жимков, которые, в принципе, не решают проблему, только ее усугубляют со временем, к замене целых больших участков. Я скажу, что все равно на сегодняшний день я не уверен, что отопительный сезон в южной части продет ровно. Надо сказать объективно, мы устранили огромное количество аварий и на магистральных, и на квартальных сетях. Но состояние сетей говорит о том, что есть большие риски сегодня, то, что проблемы эти будут продолжаться. Я не буду останавливаться на причинах, мы их много раз говорили. Скажу одно, что делает администрация, чтобы было сегодня на юге достаточно комфортно и, по крайней мере, было устойчивое теплоснабжение. Первое, действительно, после запуска всех сетей, мы прекрасно знаем два наших объекта, на которых сегодня есть большие риски. Это у теплопункта 13 магистральная сеть. Сейчас готовим сметный расчет и смотрим по утечке, которая там незначительная, но есть. Риск есть, что при больших температурах она будет развиваться. И риск вызывает то, что мы делали на Карла Маркса у пятерочки при запуске тепла. Тоже смотрим возможность сегодня заменить там около 350 метров трубы магистральной. Но сделать это не так, когда раскопали и две недели ждем, да, а подготовиться полностью, сделать, подготовить все на земле, потом раскопать и в течение полусуток ее положить и поставить, и поехать. Вот два момента, которые вызывают большую тревогу, поскольку это магистральные сети, и они в состоянии в том, которые большие риски по зиме. Кроме того, есть множество утечек по холодной воде. Сейчас мы приступаем к ним, и есть утечки, которые на водоотведение. Это самая большая утечка, это у храма. Стоит устранение ее порядка 7,5 миллионов. Мы к ней готовимся, денег в бюджете нет. С этими вопросами мы вышли на согласительную комиссию для южной части города. 95 миллионов попросили. Нам отказали, но тем не менее отказали на уровне Минфина. Сегодня вместе с депутатом Серебренниковым, с Терешковым, это бюджетный комитет, законодательное собрание, мы готовимся защищаться на уровне законодательного собрания по выделению этих денег для южной части города. Это отдельная тема, отдельная политика. Будем привлекать и наших депутатов, и Муцоева, и Крашениникова, для того, чтобы нам в этом отношении был зеленый свет. Без этого мы реально понимаем, что дожить до конца сезона, и начать следующий сезон практически невозможно. Что касается по самому тепловому режиму, сегодня через жесткие контакты, через прокуратуру и правительство области мы с новой энергетикой выстроили все взаимоотношения. У нас допуск есть и на котельную, допуск есть сегодня и у работников котельной наши тепловые пункты в нужное время, чтобы не возникали споры. В рабочем режиме начинаем настройку тепловых пунктов. Первые три, но самый первый, второй микрорайон, это теплопункт, с которым мы начнем включаться и регулировать, и добавлять теплоносители в системе. Мы вышли на те параметры, которые нас устраивают сегодня, и по температуре, по объему нет, по температуре да, и вот эта работа будет продолжаться, она началась уже на этой неделе, в течение, наверное, недели-полторы. Но больших жалоб сегодня с южной части, кроме Карла Марса, 6 дом микрорайонов, во втором, таких больших массовых жалоб сегодня нет. И расходы потери в сетях, мы видим, что подпитка совершенно небольшая. И мы продолжаем работы, которые для нас очень важны, это работы по химводоподготовке. Мы сделали эту систему вместе с новоэнергетикой, сегодня подбираем компоненты, чтобы вода действительно горячая стала чище. Вот это пути, которые сегодня делает администрация, делает компания, причем не только МУП, я могу сказать большое спасибо и Полевской коммунальной компании, которая принимала участие в устранении аварий, это и ГУК, это и Попов, и Кулбаев, которые вместе с нами устраняли в пожарном порядке множество аварий и меняли сети. Вот, наверное, по южной части все, по отопительному сезону, по перспективам я тоже сказал. Но еще могу сказать, что действительно мы начали строить котельную по красноармейской, мы там работаем в графике, есть технические вопросы, которые по ходу мы решаем, и следующий год мы объявляем концессию в декабре месяце, проведем, и у нас планируется в следующий год еще одна котельная, 10,5, которая, в принципе, решит все по объемам теплоносителя в нижней части города. Поэтому думаю, что цикл по объему теплоносителя, он будет решен. Сейчас состояние сетей самое главное. Желающие взять сети в концессию уже есть? Да, есть. Есть два, как скажем, предпринимателя, или как люди, которые в этой сфере работали. Вопрос в другом. Это будет проходить на конкурсной основе, и тот, кто предложит лучшую инвестиционную программу и гарантирует ее реализацию, там достаточно много требований, тот и будет победителем, с тем мы будем работать. Ну, еще одна животрепещущая тема, которая волнует жителей нашего города, это же, конечно, наружное освещение. Темный город вызывает очень много вопросов и нареканий. Скажите, в чем причина, и вообще сколько средств необходимо городу для того, чтобы привести в порядок изношенное сетевое хозяйство? Я бы тут на несколько частей разделил. По причинам мы тоже много говорили. Они и организационные, а самая большая причина, ну, наверное, это нехватка денег в бюджете. Потому что можно строить взаимоотношения с обл. коммунерго по-разному, но есть участки сети, которые просто надо сегодня строить. На сегодня наши контракты практически, то, что мы заключали, они закончились по деньгам и выполнены на объемы работы, еще был, как я и говорил, в конце сентября. Но мы не подписали акты, поскольку по актам часть улиц должна загореться. И вы видите, что мы потихонечку включаем. Вот сейчас Свердлова включили, Кирова включили, на юге потихонечку мы заставляем тот объем довыбирать, который есть. Есть дополнительные контракты по небольшим участкам, они связаны с авариями, с большими авариями. И на той неделе вместе с ГИБДД и с представителями прокуратуры, с общественностью мы проехали по подстанциям северной части города, определили объем. Сейчас мы на 100 тысяч дополнительный договор еще заключаем. Но вопрос в том, на что требуется на сегодня только по авариям около 2 миллионов. Это только по авариям, где порвали кабель, стол свернули и так далее, и так далее. По частному сектору требуется по 14 улицам. Сегодня где-то для строительства, если говорить, более 50 миллионов. Это нереально, этих денег не будет. Мы что делаем сегодня? Я могу сказать, что на обслуживание мы дополнительно контракт в этом году еще в счет денег будущего года объявляем. Он будет где-то около 1 миллиона 600 и 2 миллиона от аварийной работы, которые тоже за счет будущего года тоже контракт готовится, он будет объявлен. В декабре эти объемы начнут работать. Точечно на 100 тысяч, я сказал, по северу и по югу, мы точно идем и двигаемся. На следующий год мы заявились на согласительной комиссии. 12 миллионов на модернизацию сети освещения предварительно получили одобрение. Сейчас рассматриваем в бюджете нашу долю софинансирования. Естественно, здесь в два раза объем по финансированию наружного освещения в бюджете города увеличится. И в этом году мы еще делаем, мы шкафы освещения выносим из подстанций и делаем их на столбах или рядом на щитках, чтобы можно было, не заходя на подстанцию, убрать организационные моменты, которые требовали тоже денег, можно было обслуживать нам самим сразу оперативно и находить неисправности, не ждать, когда приедет электрика, облако-монерда и так далее. Порядка 20 шкафов будут уже в этом году вынесены. Вот по такому пути идем. По всему вообще хозяйству для модернизации мы считали 138 миллионов. Это достаточно много. Чтобы можно было сесть, спокойно включить компьютер, посмотреть, какая улица горит, не горит, в ручном режиме с компьютера включить, выключить. Если не загорелось, значит оперативная бригада должна выезжать, устранять эти ситуации. Это потребуется года три для того, чтобы перейти на всю эту систему. Вы же уже неоднократно ссылаетесь на согласительные комиссии, которые сегодня проходят. Идет формирование бюджета. На данный момент, наверное, еще городского. И вот скажите, какие приоритеты есть в главном финансовом документе 2017 года в городе Полевском? Первое. Я сказал про областной бюджет, где мы защищали свой бюджет. И где мы вышли с тем, что не согласны по расчетам области для города Полевского. Наших полномочий по выполнению вопросов местного значения. Их достаточно много. Но в последний день, в предпоследний день мы в субботу, в субботу, в субботу, в воскресенье скорректировали полностью наш подход. Мы, конечно, хотели и здание, и ДДС отремонтировать. Мы хотели бы и по стадиону мы выходили на согласительную комиссию. Мы выходили по строительству еще одной котельной в полдневой и по дорогам, и по всем остальным. Но мы убрали ряд мероприятий, связанных с тем, что 95 миллионов по югу мы просто посчитали и попросили для того, чтобы просто обеспечить теплом и качественными услугами южан. И поэтому ряд своих таких пожеланий определенных мы вынуждены были убрать, которые, ну, наверное, это бантики были бы, которые бы красивые были, но не добавили гарантии для элементарных вещей. Мы выходили по освящению, кстати, я об этом тоже сказал. Сейчас мы смотрим наш бюджет. Согласительная областная на уровне Минфина закончилась 15 ноября, будет на уровне законодательного собрания. Глава будет полностью работать на уровне законодательного собрания по 95 миллионам. Что у нас нового и что мы хотим сделать и видеть в бюджете следующего года? Мы идем по программам. Принцип у нас программно-целевой. У нас 13 программ и все мероприятия расписаны в программах. Естественно, мы хотим видеть, ну, если говорить по дорогам, я говорил об этом, это декабристов, это текущие ремонты по Ильича, мы продолжим то, что сейчас из-за погоды мы остановили, это все мы продолжим. По Ильича это тротуары, уже 100% что мы будем делать Карла Маркса, микрорайон центральный, там несколько предписаний полностью, чтобы можно было нормально пройти. Это связано и с благоустройством продолжать подсыпки дорог, которые в частном секторе особенно вызывают волнение. Мы в этом году 11 улиц подсыпали и это почувствовалось сразу буквально на последних двух неделях. И, конечно, это и светофорные объекты, это безопасность детей к школам, это Т-образные светофоры. Вот сейчас 6 мы установим, остальные в следующем году будем устанавливать. Это касается еще системы, конечно же, КХ, в первую очередь. Это касается и газификации тех обязательств, которые наши были. Это станционная Полевской, это мрамор, это садовая полевая, то, что мы хотим сделать. Это то, что было обещано давно-давно. Ну, думаю, что это надо доделать. Но это и котельная Полевая, как я говорил об этом, действительно. Вот такие приоритеты, вот такие направления. Это и продолжение строительства пристроя, это 14-й школе, это проект, заканчиваем проект по зеленому бору школы. Сегодня мы уже нашли, какой будет проект, просто его привязываем к территории. Это и подход к строительству и к ремонту наших гидротехнических сооружений. Это федеральная программа, там, в принципе, такой приоритет, это безопасность большого количества людей сегодня. Вот коротко о приоритетах бюджета следующего года. На этой неделе с визитом в Полевской впервые побывал консул Французской Республики Свердловской области Эрик Майе. Вы встречались с ним на предприятии Сан-Габен. О чем шла речь, о чем договорились? Вообще, в последнее время интерес к городу Полевскому с разных иностранных, внутри страны делегаций, он, конечно, возрастает. Потому что есть много современных предприятий, да, начиная с Северского трубного завода, Сан-Габен тоже современные предприятия, Пиастрела. И здесь разговор шел о многом. Во-первых, нам хотелось показать, как у нас иностранный капитал себя чувствует. А второе, наверное, для нас особо главный, это связано с тем, что чем мы занимаемся сегодня, это ребрендинг территории. Мы ищем возможность город представить не только как город, где выпускают трубы, где живут металлурги, а город, который имеет большие исторические корни и который заслуживает определенного внимания со стороны сохранения всех наших исторических культурных ценностей, да, и в развитии, в туризме для того, чтобы было дополнительные рабочие места и, естественно, инвестиционная привлекательность и через туризм тоже возрастала. Здесь был проект, который был проговорен по храму в Косомбраду, который сегодня строится на спонсорские деньги. Там про французский парк, о чем мы говорили. Это и то, что мы хотим сделать, выставку все-таки нашего уральского изделий из уральского мрамора, то же самое. И про взаимодействие нас всегда очень интересует обмен делегаций на уровне молодежи и нашего подрастающего поколения. И в этом плане мы бы хотели видеть тоже здесь определенное сотрудничество. Если с Чешской республикой у нас понятно, мы музыкальными делегациями и нашими школьниками-лидерами работаем. Сейчас с Кипром будем по художникам. Здесь у нас тоже есть свои мысли в перспективе развития. Ну и, конечно, представлять территорию как интересную территорию для иностранцев, это тоже делает определенный имидж городу. Совершенно недавно вы стали членом регионального совета партии «Единая Россия». Какие задачи ставите перед своими коллегами в Полевском? Пока есть секретарь местного отделения партии, пока надо, на мой взгляд, просто навести порядок в местном отделении партии. Я это говорю откровенно, потому что та работа, которая проводится, я считаю, что она недостаточно активно проводится. И достаточно мало мы говорили, что мы делали вот в эти годы. Надо не стесняясь говорить, да, «Единая Россия», да, это детские сады, это правда. Это именно партия «Единая Россия» направлена на дороги, это тоже «Единая Россия». Потому что, вы помните, если когда говорил председатель правительства, ряд партий берут и голосуют против, да, дорог, против поддержки фонда, поддержки нашей промышленности. Мы считаем, что об этом надо говорить и помогать здесь. Местное отделение могло бы взять несколько проектов в трехсотлетию города и объединить вокруг себя людей, которые неравнодушны. Администрация этим занимается. Вот здесь надо смотреть, надо делать ротацию в полицовете, надо привлекать молодежь и больше говорить о том, что делается, и самим принимать участие активно. Сегодня Полевской, как и Свердловская область, очень видели последний выбор, он политизированный. И, к сожалению, не всегда находится найти компромиссы заставить работать на интересы города. Я не говорю на область, да, там есть там политические вещи свои. Мне хотелось, чтобы, прежде всего, все было нацелено в интересах города. Вот в одном ключе. Со всеми предприятиями, с бизнесом. И мы выдвигались вот к этому ключу. Вот основное направление, которое, наверное, и будет. Но сегодня мы, как член областного полиции, это я говорю, что мы не закончили еще формирование законодательного собрания. Сегодня, кстати, заседание будет, последний мандат, мы будем там определять, кто куда. И только после этого можно будет вернуться и разговаривать по городу. Здесь определенное время, надо провести много консультаций. Завершая нашу с вами беседу, не могу не спросить, наверное, о зимнем содержании дорог. Сегодня в Полевской пришла зима. Город готов? Ну, знаете, да вот есть такие вещи, можно говорить. Город готов на бумаге. Да, конкурсы состоялись, да, есть договора. Но по факту сегодня с утра, вот оперативка здесь была, куча претензий тем, кто курирует эти вопросы. Вообще, я считаю, что если выиграли конкурс в 6 утра, будьте добры, люди поехали на работу, в 7 утра должно быть все готовы. Город готов. Не готовы, не сработали. Здесь определенные претензии и к администрации, к моим чиновникам, они есть заслуженно. Но есть и к подрядчикам. Потому что раньше эта машина работала, в этот раз она сдала сбои. Ну, был разговор сейчас, он был на оперативке очень непростой. Я думаю, что мы уже пол-11-го мне так доложили, что все вопросы отрегулированы, все работает. Контракты заключены, несколько организаций, в том числе и малый бизнес. На севере Агроцвет, на юге РСУ, как у нас, как обычно, да, а там малый бизнес по селам. Но все договорено со всеми, переговорено лично по режиму работы. Но вот сегодняшний нестык, который был, я думаю, что мы отрегулируем эти отношения, и их больше не будет. То есть в следующий раз все по часам? Да. Ну, это в контракте, кстати, прописано. Здесь не сработали, видимо, ну, как это, не знали уральские хлеборобы, что в этом году на Урале будет зима. Поэтому в декабре только начали убирать хлеб, да. И тут то же самое. Большое спасибо вам за беседу. Мы надеемся, что мы ответили на все вопросы наших телезрителей, которые они адресуют и вам в администрацию, и к нам на городское телевидение. Смотрите нас каждый четверг в эфире городского телевидения и оставайтесь, наверное, самыми осведомленными о жизни нашего города. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!